Предполагаемых налётчиков уфимские полицейские вели всего по двум размытым изображениям. На одном небритый прохожий с рюкзаком, на втором его товарищ в белой бейсболке с зелёным ведёрком в руке. Как ни странно, оно и стало орудием преступления. Вот записи с камер видеонаблюдения. Двое инкассаторов заходят в магазин, чтобы загрузить деньги в банкомат. Внезапно один из покупателей выплёскивает на них из ведра какую-то жидкость, а второй бросает спичку. Через миг всё помещение объято пламенем. Посетители магазина в панике разбегаются. Убегают и оба нападавших. В суете они так и не сумели забрать сумки с деньгами. Но свободой налётчики наслаждались недолго. Следователи сумели быстро установить личности исполнителей преступления и их сообщника. Любопытно, что одним из них оказался бывший сотрудник МВД. Следственными органами Следственного комитета России по республике Башкортостан задержаны трое подозреваемых в совершении нападения на инкассаторов, которое было 22 августа 2015 года в городе Уфе. Трое подозреваемых оказались тремя братьями, уроженцами села Болтачево. Все они проживали в Уфе в съёмных квартирах. От полученных ожогов один из инкассаторов скончался в больнице. Второму предстоит продолжительное лечение. Задержанные уже признались, что пошли на преступление из-за нехватки денег. Двое из них долгое время нигде не работали. Дерзкое ограбление банка произошло и в Иркутске. Двое местных жителей взорвали банкомат в круглосуточном отделении финансового учреждения. Взрыв прогремел в центре города рано утром. Я проснулась от взрыва, как будто КАМАЗ упал на перекрёстке. Сильный был взрыв, как будто землетрясение началось. Потом буквально сразу, минуты через две, в крики «стой, стой» и пошла стрельба. Выстрелов было много. Стрельбу открыли сотрудники ЧОПа. Приехавшие по вызову, увидев охранников, грабители бросились бежать, оставив часть денег у взорванного банкомата. Там во дворе я уже его перехватил, стояли друг на друг друга. Он пытался меня запугать. Пистолетом, да? Он и пистолетом, и пытался словами запугать. Пацан, тебе это надо? Я сказал, что надо. Разговор закончился перестрелкой. Один из предполагаемых грабителей получил тяжёлое ранение. Спасти его жизнь врачам не удалось. По данному факту проводится проверка. И в ближайшее время правоохранительными органами, в том числе органами Следственного комитета, будет дана оценка как непосредственно падению на офис банка, так и факту применения оружия. То есть будет принято решение, насколько оно было применено правомерно, либо неправомерно. Сотрудники уголовного розыска сейчас ищут второго нападавшего. А представители банка устанавливают размер ущерба. Пересчитывают целые и поврежденные взрывом купюры. Это позволит узнать сумму, которую удалось унести грабителю. Иван Кононов, Вести, дежурная часть.